добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о свободе сегодня я хотел бы начать говорить о свободе слова и важный аспект наверное один из главных компонентов на мой взгляд свободы слова это право абсолютно каждого человека выражать собственное мнение невзирая на то что она возможно неправильно ошибочная или даже вредны выросли в государстве тотального контроля где не то что выражать собственное мнение но и иметь его это преступление и мои предки мои бабушки дедушки они за это достаточно серьезно пострадали однако сегодня вот этот тоталитаризм он в огромной мере угнездился в церкви здесь точно так же как и в советском союзе опасно не только высказывать собственную точку зрения но и иметь и так вот это нарушение данного богом права иметь собственное мнение и высказывать его мы как пасторы призваны не просто ограничивать людей вот многие служители они уверены в том что их задача это не позволит людей с другим мировоззрением с другой точкой зрения влиять на правильных ребят я думаю что это ошибка почему потому что наша задача на самом деле не в том чтобы ограничить и не позволить высказаться наша задача быть мудрей быть более гибкими позволить человеку раскрыться позволить человеку рассказать то во что он верит быть объективными и просто указать ему на его ошибки более того я более чем уверен что истина обладает вечной природой я невозможно уничтожить не невозможно жечь утопить и заткнуть ей рот истина не боится конфронтации истина не боится дискуссии истина она обладает таким качеством что ее невозможно дискредитировать можно оболгать можно облить грязью можно утопить но она всплывет она очистится она восстанет из пепла и вновь будет провозглашена поэтому когда люди выражают свое мнение и она на наш взгляд неверное мне кажется что нужно дать человеку высказаться дать ему возможность как минимум сказать вслух то что гнездится у него в голове на моей практике достаточно большое число ребят имеющие неверные представления будь то богословские социальные там морально-этические так далее высказав свою точку зрения начинали потихонечку осознавать что то что они говорят по сути неверно и один из них недавно свидетельствовал о том что если бы я в свое время не дал ему высказаться то он бы никогда не понял что его воззрение ошибочно тогда мы запрещаем когда мы не допускаем говорить то что есть внутри мы тем самым как бы аккумулируем вот это ложное знание и не даем ему просто уйти из жизни человек и так свобода слова в контексте церкви она выражается в том что мы имеем право на собственное мнение и мы имеем право его высказать можем ли мы это ограничить нет тем более что сегодня мы живем век интернета если человек не может прийти к нам в какое-то наше сообщество и высказать собственное мнение он это сделает в любом случае это право реализуется достаточно легко и просто если же мы хотим созидать взаимоотношения если мы хотим создать атмосферу свободы в церкви или в семье или в каком-то ином сообществе где мы живем нам необходимо уважать это право и если мы не можем возразить нашему оппоненту то это скорее наша проблема а не повод что-то запрещать